Скорость, четкость и мастерство прыжка. На боевой арене всадники преодолевают барьер в 110 сантиметров. Выступление длится всего пару минут. Для зрителей одно мгновение. Чисто! Нравится, всегда приходим. Мне сын занимается. Болеть пришли? Болеть. Второе место заняли. Поздравляем! Конкур-классический вид конного спорта. Раз в месяц на каниферме Аграрного университета проходит выступление всадников. Участники, представители различных сибирских городов прыгают через барьеры. И не дай бог, лошадь испугается и в паре сантиметров от трамплина откажется от прыжка. Это автоматический проигрыш, но Арине и ее напарнику допуску. Улыбнулась удача, а высота в 110 сантиметров взята. Арине 17 лет. Шесть из них девушка провела в седле. За спортивную карьеру были непредсказуемые ситуации падения. Главное не сдаваться, говорит юная всадница. Множество падений. Слава богу, без травм, но все равно болезненные. И это не оттолкнуло от спорта? Нет, конечно. Только проявилось большее желание тренироваться дальше, чтобы больше никогда не падать. А есть ли какие-то приметы перед соревнованиями? Что не делаете? Приметы. Думаю, вообще особых примет нет перед соревнованиями. Если после падения, то тортик надо приносить или будешь падать дальше. Турнир по конкуру на базе Канифермы проходил два дня. За это время выступили десятки спортсменов. Причем как профессионалы, так и простые любители. О тонкостях конкура нам рассказал главный судья соревнований. Победители в разных дистанциях подтвердили свои квалификации. И абсолютно все лошади, вне зависимости от занятого места, получили вкусняшки от спонсоров. Уже этой осенью пары примут участие в первенстве Сибирского федерального округа по троеборью, который пройдет в Абакане. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.